Универ-Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В студии Адель Шамилова сегодня в выпуске. Состоялась международная конференция по вопросам экстремизма и терроризма. Как роботы смогут помочь в поисково-спасательных операциях? Кокорин и Мамаев. Каковы последствия драки? В современном мире ни одно государство не способно самостоятельно и эффективно бороться с экстремизмом и терроризмом. Необходимо определить единый комплекс проблем и задач. Об этом пошла речь на международной конференции по вопросам экстремизма и терроризма. Подробнее далее. В Казани начала свою работу международная научно-практическая конференция по вопросам экстремистских и террористических идеологий. Организаторами мероприятия являются Академия наук Татарстана, Центры самоведческих исследований Академии наук Республики и Казанский федеральный университет. Экстремизм и терроризм продолжают представлять реальную опасность как для международного сообщества, так и для нашего государства. Профилактика экстремизма и терроризма это не только задача государства, но и в немалой степени задача самой молодежи, институтов гражданского общества, образовательных учреждений. В пленарном заседании приняли участие муфти Республики Татарстан, представители Совета безопасности Республики, аппарата антитеррористической комиссии и другие. Мы собрались с представителями различных стран и здесь в том числе присутствуют представители Казанского федерального университета, с которыми мы, в общем, наши центры исламоведческих исследований сотрудничают достаточно давно, в том числе в рамках решения вот тех проблем, о которых мы сегодня будем говорить на этой конференции. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Химический институт имени Бутлеров второй раз принимает в гостях ученых по современной калориметрии со всего мира. Помимо сотрудников КФУ, в работе семинара приняли участие ведущие специалисты в области термического анализа из различных городов России, Германии, Китая и других. Кафедра физической химии Казанского федерального университета является одним из крупных научных центров в области калориметрии. Простыми словами, калориметрия – это методы измерения количества теплоты при протекании различных физических или химических процессов. Важным условием, обеспечившим успешную работу ученых кафедры, является международное сотрудничество с коллегами из других стран. Организованная конференция будет способствовать упрочнению научного сотрудничества и обмену опытом в области методов калориметрии, также повышению престижа Казанского университета как центра современной науки. Семинар посвящен новым аспектам применения калориметрии, в том числе сверхвысокоскоростной калориметрии при анализе современных биоорганических и неорганических материалов и катализаторов. Встреча ученых продлится до 12 октября. Можно ли ликвидировать последствия стихийных бедствий в кратчайшие сроки? А что, если на помощь людям придут роботы? Команда высшей школы ИСИСКФУ разрабатывает роботизированную информационную систему по ликвидации последствий стихийных бедствий. Анна Глазунова расскажет подробности. Команда лаборатории интеллектуальных робототехнических систем высшей школы ИСИСКФУ выиграла международный грант совместно с известными лабораториями из Японии и Таиланда. Сумма гранта составила 12 миллионов рублей. Под руководством профессора Евгения Магида в течение трех лет будет реализовываться проект на тему информационной системы управления чрезвычайными ситуациями в зонах наводнений и оползней при помощи распределенной гетерогенной группы роботов. Проще говоря, роботы смогут помогать в поисково-спасательных операциях. Мы разрабатываем информационную систему для помощи поисково-спасательных операций, которая будет осуществляться с использованием роботехнических средств. В том числе наземные роботы, беспилотные катеры, беспилотные подводные аппараты, беспилотные летательные аппараты и так далее. Основной целью проекта является разработка и апробация прототипа информационной системы, которая сможет ликвидировать стихийные бедствия. Для поисково-спасательных операций важна именно гетерогенная группа роботов. Гетерогенные имеется в виду, что это совершенно различные роботы, как по своим характеристикам, так и по тому, где этот робот работает. Совместно, как группа, они должны уметь выполнять операции в воздухе, на воде, под водой, на земле, под землей и так далее. В таких поисково-спасательных операциях задействованы все типы роботов. Например, для проникновения в узкие пространства необходимо использовать роботов-змеи и насекомых. А вот крупные роботы нужны для того, чтобы разбирать большие развалины. По параметрам поисково-спасательных операций наш робот-сервосила-инженер является малоразмерным. То есть вот этот робот – это маленький размер. Наш робот удобен тем, что он может проникать в такие пространства, куда человек не может пролезть даже лежа. Управлять роботами можно при помощи телеоперации. То есть робота запускают в зону катастрофы, а оператор находится в безопасном месте и наблюдает за его движениями. Также имеется и автономное управление, когда робот сам выполняет необходимую работу, а затем его забирают с определенного места. Сегодня у нас автоматизирована функция возврата робота в случае потери связи с оператором-управляющим. Это очень важная функция для поисково-спасательных операций, потому что часто мы теряем связь с роботом и в таком случае просто происходит потеря дорогостоящего оборудования. Три страны, участвующие в выполнении проекта – Российская Федерация, Таиланд и Япония. Периодически они находятся в зоне риска наводнений и оползней, вызванных проливными дождями и быстрым таянием больших объемов снежного покрова. Разработка такой роботизированной информационной системы позволяет повысить эффективность и скорость устранения последствий стихийных бедствий. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Новый сезон проекта «Университет третьего возраста» стартовал в Елабужском институте Казанского федерального университета. Данный проект реализуется в республике с 2007 года и с каждым годом число студентов только растет. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ стартовал новый сезон проекта «Университет третьего возраста». Торжественное открытие нового учебного года состоялось в Музее книги в научном читальном зале института. Профессор кафедры русского языка и литературы Анатолий Роживин рассказал студентам об историческом наследии библиотеки института. Программа университета третьего возраста многогранна. Данный проект позволяет старшему поколению узнавать новую информацию по учебным дисциплинам, а также общаться. Знакомство с новыми людьми. Я в Елабуже живу четвертый год. Мне очень интересно здесь общаться с людьми. Наши молодые годы прошли на стройке, на КАМАЗе, на заводе, и вдруг мы оказываемся опять студентами. Студентов ожидают лекции по здоровому образу жизни и робототехнике. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в состоянии алкогольного опьянения устроили две драки за день. Обо всех подробностях и о том, к чему это привело, мы расскажем в нашем сюжете. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили нападение на людей. Сначала под раздачу попал водитель, ведущий Первого канала. По информации сайта Sports.ru, игроки пинали по машинам. Водитель сделал компании замечание, после чего был избит. Сообщается, что у потерпевшего Виктора Соловьева сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Он находится в реанимации. Через несколько часов игроки «Зенита» и «Краснодара» оказались в кофе-мании на Никитском бульваре Москвы. По словам свидетелей, казалось, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Там была снята видеозапись драки. Футболистов обвиняют в избиении чиновника Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Пака. Это гремучая смесь, с одной стороны, манья величия, которая приводит к эмоциональной тупости, а с другой стороны, алкоголя, алкогольного опьянения. Все вместе соединяется и происходит вот такое неадекватное, высокомерное, агрессивное поведение. По факту двух нападений возбуждены уголовные дела по статье 116. Побои. Адвокат чиновника намерен добиться переквалификации, статьи на хулиганство. Футбольные клубы, в которых состоят игроки, заявили о желании разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым. Также им грозит отстранение от футбольной деятельности. Понятно, что сейчас имидж их пошатнулся. Понятно, что это скажется на болельщиках, на оценке этих команд. И если они останутся в команде, то количество болельщиков поубоевится, это понятно. Поэтому их сокращают и контракты с ними прекратят. Напомним, что это не первый скандал с участием этих игроков. После вылета сборной России с чемпионата Европы 2016, Кокори и Мамаев были в Монако, где заказали шампанского на 250 тысяч евро, которое выносили под гимн России. Это также вызвало бурное обсуждение в средствах массовой информации. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова